Городской рынок. Полдень в небольшой павильон один за одним заходят покупатели. По их словам, здесь самый дешевый табак в округе. В этом убедились и народные контролеры. Они купили сигареты за 50 рублей. На пачке акцизная марка Республики Беларусь. Это значит, что товар везли в Россию незаконно. На вашу палатку поступали неоднократно жалобы по поводу того, что вы торгуете кандробандой. Это нарушение федерального закона. Да, я знаю. Вы знаете. Зачем вы торгуете? Если не продавать, мне надо сразу закрываться. У нас аренда 30 тысяч. По словам активистов, рынки Вологодской области завалены нелегальной продукцией. Чаще ее привозят к нам из Казахстана, Армении и Белоруссии. Ведь там сигареты чуть ли не в три раза дешевле, чем в России. Палатка уже неоднократно попадалась на это. И, в принципе, надо честно говорить, открыто, что здесь торгуют продукции, которые незаконно везены на территорию Российской Федерации. То есть это черный рынок. Опять же, уход от налогов. А из Белоруссии, то есть вы сами ездите, закупаетесь или как? Я не знаю, носит, предлагают. А кто носит, кто предлагает? Вот не знаю я. Просто люди ходят по рынку и предлагают сигареты блоками купить? Ну, приходит, например, один мужик говорит, там, есть такой сигарет, вот такой цена. А у нас педа сейчас в урочке никакой. Историю о тяжелом финансовом положении мужчина рассказал и сотрудникам полиции, пока те составляли на него протокол. Табачные изделия изъяли. Хозяину торговой точки грозит крупный штраф. Еще одно нарушение закона активисты зафиксировали в отделе специй. Одному из участников проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» там продали пакетик на свая. Есть такие? Нету последние у вас два? Больше нету, да? Вот сейчас только что парни подходили, вы последние два пакетика продавали? Один. Один, да? А что это такое? Это? Ну, насвай, да. Насвай? Да. Психотропное вещество, да? Не знаю. Вы даже не знаете, что вы продаете? Насвай – кальян для бедных, жевательный табак. Названий у этих легких наркотиков много, как и последствий от его употребления. Проблемы с памятью, рак, губы и разрушение зубов. В составе – низкосортный табак, гашеная известь, птичий помет и верблюжьи экскременты, приправленные специями. Такой пакетик стоит всего 25 рублей, а потому пользуется большим спросом у подростков. Слабое наркотическое опьянение вызывает, почему родители жалуются, что дети приходят после школы. Вот здесь они толпами целыми стоят, просят, чтобы взрослые им купили. Пакетик стоит сколько? 25-30 рублей пакетик стоит. И они потребляют это, приходят, не меняем в состоянии домой. Но это нормально, это с детства приучает детей к наркотикам. Получается так, и продается это в центре города. Чем возмущены проверяющие, продавец долгое время не мог понять. Ведь в странах Центральной Азии на свай продают на каждом углу. В России же он запрещен с 2013 года. Какой кайф от этого, скажите? Ну, не кайф. Ну, а что? Что-то ощущение. Ну, вместо сигарета, сигарет бросать, хотел бросать, начал. Начал вот это жевать, да? Да. И что, помогает? Ну, чуть-чуть сигарет не курил. Поведать о пользе на свай сотрудникам правоохранительных органов мужчина не рискнул. Оказывается, его уже наказывали за незаконную торговлю. Тогда он заплатил штраф 2000 рублей. Общественники по всей стране бьют тревогу. За такую деятельность нужно привлекать к уголовной ответственности. Пока эти легкодоступные наркотики не загубили детские жизни. Татьяна Жданова, Денис Катамин. Новости. Это все. Татьяна Жданова, Денис Катамин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова